В роддоме первый раз, когда ему стали проверять слух, сказали, что он, скорее всего, плохо слышит. Но второй раз, когда проверили, уже сказали, что все нормально. И поэтому мы были в неведении, я подозревала, конечно, что такое может быть, и уже я, честно говоря, не помню, когда мы первый раз делали мою диаграмму, но это было уже после года, и выяснилось, что он не слышит. Для меня это, конечно, ударом был. Первая внучка родилась, она же с нормальным слухом, рано научилась разговаривать. Молодец. Мы 8 месяцев проверяли ее, все в порядке, все хорошо. Ну, и где-то года 3 стали замечать, что что-то не то. Ну, и диаграмму сняли, и она сама потом поняла, что она стала хуже слышать. Ну, и вот так вот. Потом другой внук, теперь вот третий. То же самое. Ну, он не гулил так вот, как дети, которые дети слышат, они же начинают там гулить, звуки какие-то произносить. А этот сразу видно было, что он молчал. Вот. Ну, и да, подтвердилось все это. Ну, вот занимаемся постоянно, и с ордопедагог, и Юля, он занимается с ним. Ну, пока он пришел с мамой устраиваться к нам, в детский сад. Маленький малыш, такой замкнутый, держался за маму, прятался за маму. На контакт шел тяжело, как со взрослым, так и со сверстниками. Трудно его было включить, допустим, в общественную игру. Ну, адаптация, конечно, имела свои сложности, но постепенно он быстро адаптировался. У ребенка было нарушено на тот момент восприятие. Он даже не смотрел в глаза. Он не мог зафиксировать какой-то образец моих действий, моей речи. Аким на той базе знаний, умений и навыков, которые он имеет сегодня, на сегодняшний день, он вовлечен в некоторые виды деятельности инклюзивного образования. А это перспектива того, что он может общаться не только в кругу своих сверстников в своей группе, а и общаться со сверстниками и слышащими из других групп. Сил уже почти нет. Почти нет. Потому что это очень, ну вот, не знаю, это морально очень тяжело. Очень тяжело, потому что я очень надеялась, что внуки будут слышащими и будут помогать своим родителям потом в жизни. Неслышащим детям, в том числе, конечно, Акиму, как можно раньше надо приобретать слуховые аппараты. Чем раньше ребенок будет пользоваться слуховыми аппаратами, тем больше перспектива в его развитии, в лучшем его развитии. За эти два года Аким Акреп эмоционально стал более раскрепощенным, открытым для общения, для контакта, как со взрослыми, так и с детьми. Ну, надо научить, конечно, его читать. Если он будет читать, то он будет запоминать эти слова уже зрительно. И они будут у него в голове откладываться. Вот, поэтому учим сейчас, чтобы как можно быстрее он научился читать и зрительно уже запоминал слова, не только на слух, но и зрительно. Да. Правильно. Хорошо. Используя различные игровые приемы, используя верботональную методику, используя звукоусиливающую аппаратуру, все это мы используем для развития у детей. Тактильное восприятие, внимание. Все проводилось через игровую деятельность. Подвижная игра его привлекала. И вот через эту именно деятельность он мог эмоционально раскрепоститься и выйти на контакт со взрослыми. Конечно, потом уже через вот этот вот прием нам получилось и проводить определенные занятия. Надо учить внуков разговаривать, чтобы они могли приспособиться к жизни в социуме. Вот это самое главное. Для этого вот нужны аппараты, которые бы подошли ему, в которых он комфортно бы, пусть, ну, не так, как мы с вами, но все-таки слышал и мог научиться разговаривать. Вот я считаю, это самое главное. Тогда он сможет жить. Чтобы помочь Акиму слышать, необходимы высокомощные слуховые аппараты стоимостью 251 800 рублей. Помогите Акиму жить дальше. Ему необходимо это развитие слухового восприятия. А для развития слухового восприятия это наличие слуховых аппаратов. Ребенок должен услышать окружающие звуки, окунуться в этот мир звуков. И не просто их слышать, а уметь ими пользоваться, этими звуками. Время идет, и чем старше, тем тяжелее человеку научиться разговаривать неслышащему. А ему уже в июне будет 5 лет, поэтому время как бы идет. И я думаю, конечно, если вот сейчас у него будут хорошие аппараты, я думаю, еще толчок может быть дальше, чтобы он научился. А потом это все будет ему труднее и труднее сделать. Ну ничего, думаю, что в конце концов все будет в порядке. Выдержим, а куда деваться? Деваться некуда. Надо бороться за него. Вот стараемся как можем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова